1 сентября наши мобильные репортеры стали очевидцами большого пожара. Горела заброшенная Сталинка на Павлова 8. Клубы черного дыма были видны со всех концов центрального района. Языки пламени отражались в окнах соседних домов. Яркое зрелище привлекло сотни зевак. На полыхающий дом приехали посмотреть даже молодожены. Вообще машин было столько, что на ближайших дорогах образовались пробки. Сотрудникам полиции пришлось разгонять автомобилистов. Павлова 8 как магнит притягивала к себе детей. Рядом с заброшенным домом находится 5-я гимнадия. Очень много мусора. Очень жарко здесь. Прямо на нас летит. Ай-яй-яй-яй. Сейчас уеду. Сейчас поеду. Пожарным удалось отсечь вторую часть здания и не дать огню захватить нижние этажи. В общей сложности выгорело 150 квадратных метров чердака и межэтажных перекрытий. Причины случившегося еще предстоит выяснить. Главное, никто не пострадал. Об ущербе речь не идет. Справиться с последствиями пожара на Луреатов 53 хозяйка квартиры в одиночку не сможет. Требуется помощь норильчан. 84-летняя Александра Михайловна сейчас в больнице. Возвращаться в такие условия нельзя. Ситуацию уже взяли под контроль Маржи Таймыра. Хозяйка пострадавшей квартиры завсегдатой клуба. Помогают кто чем может. Первый раз в первый класс в этом году отправился 2531 юный норильчанин. Это школа номер один. Белые банты, строгая форма, цветы для педагогов. Все как положено. Кто-то нервничает, а кто-то демонстрирует абсолютное спокойствие. Забавная и очень жизненная ситуация произошла во время торжественной линейки в другой российской школе. Можно сказать, первоклассникам сразу намекнули, что учиться будет не так-то просто. Первый день учебы. Так, все подошли? 8 человек смогут здесь? Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Считала. Итак, праздничная пятерка улетает в небо с нашими мечтами об отличной учебе. Раз, два, три. Запускаем. Аплодисменты. Очень чудесно. А это видео с другой линейки. Возможно, мальчика просто кто-то обидел. Расстроенный ребенок выместил свою злость на букете цветов. А после, наверное, вообще передумал учиться в школе. Мяч под окном и громко шуметь, чтобы не было слышно нам в школе, чтобы не было стыдно нам в школе за вас. Ведь школьный устав для всех и для вас. Это все для жизни, для науки, для людей и для родной страны. Переходим к спортивной теме. В Норильске проходит традиционный турнир по футболу среди мужских любительских команд. Этими соревнованиями в городе завершается футбольный сезон. Уже состоялась одна восьмая финала. Восьмого сентября пройдет четвертьфинал, 16-го числа полуфинал. А обладателя престижного кубка определят 17 сентября. Что называется «лови момент». Норильчане наслаждаются последними теплыми деньками и природой Заполярья. Всего в 25 километрах от Толнаха. Вот такая материковская красота. Много грибов, есть ягоды, черника, голубика и даже костейника. Вот они прячутся. И вот еще грибочки. А это улей. С дикими пчелами. Оказывается, есть Норильский и такой. Следующее видео прислала нам обеспокоенная жительница Толнаха. В центре внимания детский сад. Лозунг «Все лучшее детям» точно не про это дошкольное учреждение. Это здание с облезлыми кирпичами выпадающими. Это детский сад Копитошка в Толнахе. Вот там видо черное здание некрашенное. Здесь тоже облезлые стены. Некрашенные с советских времен. Во вторник в Норильске объявили первое сентябрьское штормовое предупреждение. Сильный ветер сдул гараж. Перевернуло железный контейнер напротив Югославской 52. Следующие кадры с Таймырской 10. Там все еще идет ремонт кровли, начатый в апреле. Точнее не идет. Подрядчик уверяет, все уже сделано. Однако людей продолжает заливать дождевой водой. Об этой проблеме рассказывали вести. Жильцы утверждают, с мертвой точки дело так и не сдвинулось. 4 сентября 2018 года. Улица Таймырская 10, квартира 37. Капает с крыши пятый этаж. Кухня. Полностью залита розетка и выключатель. Вот таким образом набирается вода. Выжимаем каждые 10 минут. Чтобы самим оценить ситуацию, жильцы даже поднялись на крышу. Оказалось, сквозь нее можно смотреть на звезды. Правда, хорошего в этом ничего нет. Мне сегодня подрядчик лично по телефону сказал, мы над вами кровлю, все сделали. Вот сделали. Ребенку утром в школу идти, в квартире спать невозможно. Да и вообще-то дискомфорт весь начался с апреля месяца. Стояла отличная погода, ни одного рабочего здесь не было. Это видео снято для того, чтобы вы, может, нас хоть где-то услышали. Я его отправлю даже в Красноярский край на телевидение. Я просто прошу помощи администрации города увидеть нас, услышать. Написаны уже все заявления во всей инстанции в прокуратуру.